Давайте объективно, в фури фэндоме существуют проблемы, о них нужно говорить, если замалчивать происходящим, то все больше и больше будет неадекватного посыла в уши неосознышей. А между прочим, преобладающее большинство фэндома фури это детишки, которые создают этот ванильный привкус безобидности. Хотя по факту фури есть за что ругать, сразу скажу, не всех. И судя по моему предыдущему ролику по фури, адекватных представителей ушастых и пушистых все-таки очень много. Да, они все со своими прелестями и приколами, но адекватность есть, и это главное. И пусть меня сейчас закидают грязью и антифурии фурии, но в данном ролике я буду максимально нейтрален, потому что это не мой файт. Ну а сегодня мы обсудим антифури движение, и я даже нашел представителя одного антифури тг канала, который согласился ответить на мои вопросы. Короче, без водички, накидываем грязючки в комменты, тысячу лайков за первые два часа и погнали! Кто такие антифурии? Это обычные люди, которые максимально нетерпимы к фури фэндому, к действиям, которые совершают пушистые и к их странному поведению. Вы спросите, ко всем ли? Ответ на этот вопрос вы узнаете из дальнейшего интервью с основателем крупного антифури тг канала. Но забегая вперед, хочу расслабить ваши пушистые булки. Не всех, кого видят на улице в костюме животного, можно приписывать к фуриям. Есть множество косплееров, аниматоров, ростовых кукол, которые стилизованы под антропомортных зверюшек. И будет максимально глупо говорить, что это все фурии. Да и зайдя на ютуб, вбив запрос антифурии, все содержимое меня просто повергло в шок. Почти все ролики радикализированы, почти каждый посыл, что фури надо убрать, что вендом не должен существовать и так далее. Но есть видосы, которые сделаны по рофлу. Всем доброго времени суток, с вами фурии. Но поскольку я из-за этого потерял своих друзей, я стал фурии хейтером. И таких десятки. Ведь одно дело залить что-то в сеть, другое же с подкрепленными идеями и мыслями выступать против фурии. Буду с вами честен, я не думал, что когда-либо затрону эту тему. Но покопавшись на просторах интернета, увидел непреодолимое желание как-то принизить фэндом фурии. А многие вообще радикально выступают против существования этого движения. Подвергая антропоморфных бедолаг постоянному хейту и нападкам. Некоторые антифурии не видят разницы между 12-летним ребенком и 25-летним мужиком. Им все равно кого выстегивать, главное что он фурсьюти, а там плевать кто за ним. Но опять же, подождите, не все, не все такие. Многие подходят адекватно и антифурии сообщества это не горстка отбитых наглухозвездюков. Хотя, казалось бы, это люди со своими убеждениями. Но я считаю, что не все фурии заслуживают постоянного хейта и постоянных угроз. Вы все прекрасно знаете, что нет плохих наций, есть плохие люди. Так и тут. Не фэндом фурии плохой, есть плохие люди в сообществе. Причем многие детишки даже не понимают и не хотят понимать, в чем главная проблема фурии. Да им просто нравятся пушистики и все. Им нравится, что это будто какая-то игра. А то, что под маской волчонка может сидеть дяденька 40 лет, который залез туда не потому, что дикий фэн этого волка, а потому, что он любит помладше. И так как присесть на 10 лет он не готов, приходится исхищряться. Также есть и любители животных, тоже прикрывающие себя этим фэндомом, а также множество неадекватов. Это я фури. Фурии это культура, ну культура не культура, движение не движение, сейчас секунду. Тех, кто фанатеет по, так сейчас секунду, по человекоподобным животным. И я вот себя под тигра переделываю. И если ваше сообщество фурии, в котором вы состоите норм, то я вас поздравляю. Значит вы просто не видели тех, кто не норм. Это я все говорю, потому что хочу, чтобы вы поняли. Не всех нужно подгонять под одну гребенку. Не все антифурии вам враги. И не все фурии являются животнофилами. А дальше из интервью вы поймете, что адекватное мнение есть со всех сторон. Но перед началом я создал второй канал, не жди, туда гружу удаленные видосы, и ты уже знаешь, что делать. Так что давай. Я буду честен, я не спрашивал, как его зовут, я не вдавался в подробности, сколько ему лет. Я просто вбил антифури в ТГ и нашел его канал. Через предложку бота написал ему, и уже спустя какое-то время, договорившись об интервью в ТГ, а посредством голосовых, мы с ним приступили к диалогу. Сразу предупрежу, любые высказывания человека, которые не подходят вашему мнению, не являются мнением автора. Данный человек является представителем антифури движения. И я дал ему возможность высказаться и разъяснить ситуацию с антифури направлением, потому что мне было это интересно. Почему ты стал антифурией? В чем была твоя идея? Почему я стал антифурией? Начнем с того, что среди фурии огромный процент НГПТ-персон, а также самый большой процент заставов в сравнении с другими фандомами и немалый процент педагогов и прочих извращенцев. Также примерно 70% творчества фурии является фурика или фурика. Стоит забить в картинках запрос фурии, даже без пометки ЭРО или 18+, как обязательно вылезет, или что похуже. Также считаю, что они нормально посчитают себя к животным и копируют их поведение. Также фурии на своих сходках неоднократно устраивали хаос, урушали общественный порядок, мусорили, включали громко музыку, а на одной из сходок в кафе побили посуду и сбежали, не заплатив за нее. Расскажи, пожалуйста, в чем главный посыл вашего движения и сообщества? Наш главный посыл, что фурии, ЛГБТ и ЗАРО, это ненормально и всегда найдутся те, кто будет с этим успешно бороться. Тогда сразу сходу вопрос, который очень много кого мучает. Ты критичен ко всем фурии и в вашем сообществе критичны ко всем фурии, или только к тем, кто с LGTV и ведет себя социально? Ну или может PDF-файлы и так далее? Я встречал адекватных фурии, но их было очень мало, большинство писали мне угрозы, и даже обещали найти и отлупить, хотя я первый их даже не обзывал, а просто сказал, что я анти-фури. Хорошо, можно ли анти-фури движение назвать фэндомом, или все-таки это сообщество по интересам, направленное против конкретной цели, а не за? Вряд ли наше движение можно назвать фандомом, это скорее хэйт-дом, так как мы не фанаты, а именно противники фан-движения. Да, мне почему-то кажется, что фэндом фури настолько огромен, что и в вашем сообществе есть бывшие фурии, это так? Да, бывшие фурии у нас есть, так как очень многие впоследствии зачаровались в фэндоме и вступили к нам или стали нейтралами. Слушай, а какой средний возраст ваших активистов? К сожалению или счастью, я тоже слышал, что процент расочаровавшихся в фэндоме фурии очень огромен. Отсюда, скорее всего, и получилась наполненность анти-фури движения, раз ты говоришь, что у вас бывших фурии очень много. Мне кажется, просто кто-то вовремя увидел истину и некую гнильцу происходящего там. Кстати, как ты считаешь, кто был родоначальником анти-фури движения? Вот так, чтобы прям по-серьезки. Одного человека я выделить не могу, так же, как и одного единственного основателя фури движения. К первому анти-фури в России можно отмести Артема Абековского, которого была крупнейшая анти-фури группа в 2012 году. Пола Якобсона, который неоднократно вставлял фуриам палки в колеса, не раз и разоблачал темные стороны фури движения в своих статьях и видеообзорах. Также можно отметить ИББ, которого чаще всего ассоциируют с лицом анти-фури. Да, ну ББ еще-то легенда, если честно. Соглашусь, его можно приписать к ярым анти-фенам. А, кстати, как ты считаешь, есть ли польза и видишь ли ты ее от вашего движения? Наверное, глупо спрашивать, но как это относится к радикальным действиям в отношении фури? Ну там махачи, бритье на лосо, сжигание фурсютов и нашумевшая история с баллончиком в лицо. Насчет сжигания фурсютов и бритья на лосо, я такого не видел. Не думаю, что кто-то действительно такое делает. Доказательства есть. По деперсовке в лицо, то тот человек, он все заслужил, так как был с гнилым характером. И с помощью давления, шантажа и угроз пытался стать монополистом в сфере организации фурисходок. И он также писал клеветнические заявления в полицию и опеку, чтобы надавиться на другого крупного организатора сходок и чтобы она лишила своего сына. Я считаю, что это крайне подлые поступки, тем более против своих же собратьев. И ему за это еще мало досталось. Да, естественно доказательств нет, просто это истории из форумов и так далее. Да, я слишком глубоко погрузился в это, поэтому и спросил. Мне почему-то кажется, что антифуридвижение куда популярнее на ютубе и вообще в обществе, чем сами фури. По крайней мере видосов на тему анти намного больше и просмотров там завались, особенно на западе. Я бы не сказал, что антифуридвижение популярнее фуридвижения, так как в группах по фури тематике гораздо больше участников, чем в наших. А на фури фестивале приходят сотни человек. Приведу пример на личном опыте. В чате моего канала исключено уже больше 800 фурин. Так что если бы я решил ввести канал по фури тематике, то подписчиков на канале было бы в 4, а то есть в 5 раз больше. Популярность антифури обусловлена тем, что очень многие люди понимают, что это ненормально и посильно борются с этой заразой. Хотя вообще через мемы, а то есть с помощью активных действий. Хорошо, и последний вопрос. За что больше всего не любишь фури? За распространение и популяризацию процесса и токсичность фендома, так как в борьбе за влияние реагиональные организаторы фури сходок блокируют сообщество конкурентов, взаумнуют страницы, рейдят беседы и даже не грушаются клеветой и уже свидетельствуют по пути устранить соперника, без того, чтобы объединиться. Какой вывод? Можно сказать, его я озвучил в начале ролика. Ну нет плохих наций, есть плохие люди, невозможно всех фурий прикатать из-за их любовь к пушистым фурсьютам. Невозможно всех антифурий называть врагами всех фури. Невозможно сказать, что антифури все плохие. Скорее, одни пытаются сделать комьюнити более правильным, а вторые наглухо не понимают, за что их хейтят и думают, что дело просто в костюмах и их любви к антропоморфам. Ребят, я понимаю, что за один короткий ролик всю суть не объяснить, но главные идеи и посыл должны быть вам понятны. Попрошу не разводить полемики и срачу в комментах, потому что мой посыл простой. Показать позицию обеих сторон. Поэтому набираем 10 тысяч лайков, я иду искать большой фурий канал и возьмем интервью у фури лидера, альфы или как там вы их называете. А возможно и создадим условия для дебатов между антифури движением и фури домом. Уверен, будет интересно. Так что подписывайся и жди следующий ролик. Ты там это, рассказывай братишкам и сестренкам, а ну жди и естественно всем счастья!